Вы на YouTube-канале Украины Сегодня. Приветствую! Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк этому видео. Это мотивирует нас активнее работать для вас и сразу к нашей теме. Войска Российской Федерации и КНДР пошли в наступление в Курской области и понесли потери. Об этом Форбс сообщает. Как отмечает автор публикации, события на Курщине можно назвать кровавой баней для россиян и северокорейцев. Однако атаки не прекратятся. И действительно, еще одну группу солдат КНДР уже перебросили на линию столкновения в Курской области. Это подтверждает руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко. Он также отметил, что северокорейцы находятся в российских подразделениях, ведущих бои на линии Любимовка-Ново-Ивановка, а также недалеко от погребков. Все детали далее в сюжете. Силы обороны Украины устроили настоящую бойню для российских и северокорейских войск в Курской области. Сообщается, что вражеская 810-я бригада морской пехоты и северокорейцы атаковали позиции Вооруженных сил Украины в Курской области с применением БТРов, большая часть из которых в результате были уничтожены, повреждены или брошены. В 17-тонные машины могут втиснуться до 10 солдат, что означает, что 810-я морская пехотная бригада могла потерять в общей сложности 140 военнослужащих, хотя, вероятно, по крайней мере, нескольким удалось спастись из горящих БТР. Первые потери войск КНДР на Курщине подтвердил и президент Украины. При этом не уточнил, сколько именно военных погибло или были ранены. Также Зеленский отметил необходимость решительных шагов партнеров. Сейчас мы предупреждаем и считаем, что нужен следующий шаг. Если мы не будем применять соответствующее оружие и политическое давление на Россию, может быть гораздо большее использование северокорейского контингента. Потому что Путин всегда смотрит, какая реакция мира. Я считаю, на сегодняшний день она недостаточна. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко отметил, что солдаты КНДР находятся в российских подразделениях, ведущих бои на линии Любимовка-Ново-Ивановка, а также неподалеку от села Погребки. Вопрос только, как они быстро будут погибать. Если погибнут быстро или выйдут из строя быстро, то есть вероятность того, что в Северной Корее просто откажутся дальше отправлять, потому что какой-то позор, как так. Сам говорил, что это самая лучшая армия северокорейская, вся остальная армия мира разлагается, а тут быстро погибают, как-то неудобно перед диктаторами. Да, в своей стране они будут показаны как герои, если вообще будет рассказано, но среди тусовки диктатора все выглядит очень неприятно, поэтому есть вероятность, что КНД может просто забрать своих солдат обратно и сказать, так, оставляем сотрудничество только в рамках снаряда. Российские войска при поддержке северокорейских активизировались на Курщине, чтобы отвоевать как можно больше территорий до того момента, когда новоизбранный президент США Дональд Трамп предложит заморозить конфликт. Об этом пишет Форбс. Если план Трампа сработает, Россия фактически отдаст почти 435 квадратных километров своей территории в обмен на примерно 20% территории Украины. То, что сейчас те варианты, которые появляются в западной прессе по поводу возможных модальностей переговоров, тех предложений, которые собирается выдвинуть Дональд Трамп как Украине, так и Российской Федерации, на мой взгляд, это проверка, в общем-то, температуры по палате. Как-то различные варианты и реакция на эти варианты. Сейчас они прорабатываются, просматриваются, прощепуются. На сегодняшний день нет никакого плана конкретного, который выдвигался бы на обсуждение с точки зрения формирования условий мирного соглашения, либо хотя бы соглашения прекращения огня. Поэтому сейчас Путин и не считается жизнями своих солдат и пытается вытеснить ВСУ на разных участках фронта. В Кремле стоит задача до Нового года, в крайнем случае до инаугурации Трампа, выбить ухранские войска с территории Курской области. Желательно, конечно, надо сделать до Нового года, чтобы под бой курантов Путин мог выйти с Покалом Шипанского и рассказать об успехах армии, что все получается, что все выходит. И для этого туда отправляются 13 тысяч северокорейских солдат, для того, чтобы ускорить выбивание украинских войск с этой территории. Это мы должны понимать. Как будут развиваться события? Что изменится на фронте с приходом нового президента США? И убегут ли корейцы от россиян? При первой возможности смотрите далее в нашей студии. Военный эксперт, полковник запаса Вооруженных сил Украины Сергей Грабский присоединяется к нашему эфиру, к нашей трансляции. Сергей Маратович, приветствую. Приветствую вас. Взаимно. Сергей Маратович, по имеющихся у вас данных, какая главная роль северокорейцев на поле боя сейчас? Главная и единственная роль северокорейских военнослужащих на сегодняшний день на поле боя, это, в общем-то, пушечное мясо. И знаете, я хотел бы подчеркнуть, речь не идет о северокорейских войсках. Речь идет именно о личном составе, о гражданах Северной Кореи, которые принимают участие в рядах российской армии, в боевых действиях на территории Курской области. Возможно, они будут применяться где-то еще. Но на этом, в общем-то, все. На этом мы пока ставим точку, и мы понимаем, что, в общем-то, если говорить очень просто, то Ким Чен Ым продал своих рабов, я бы сказал так, там, условно, за мешок риса, как об этом говорит разведка Южной Кореи. На этом этапе мы больше не видим никаких вариантов применения, но это не исключает то, что, сами понимаете, не все северные корейцы погибнут, и, в общем-то, те, кто выживет, они будут иметь определенный боевой опыт. Поэтому мы очень внимательно следим за развитием ситуации, как они будут использоваться, на каких направлениях, и будут ли они в дальнейшем использоваться на территории, вернее, в условиях украино-российского конфликта. Сергей Маратович, а как считаете, это все-таки пробник, или это единственный вариант поставки живого мяса, которое произошло из Северной Кореи, или которое осуществил Ким Чен Ын из Северной Кореи, для Российской Федерации? Вы знаете, мы до конца с вами не знаем о договоренностях, то, что сообщает Южная Корея, это, в общем-то, один из факторов. Возможно, у них есть такие долгоиграющие договоренности, что в обмен на ракеты, в обмен на какие-то технологии Ким Чен Ын обязуется поставить, допустим, 20, 30, 50, 100 тысяч войск. Хотя относительно цифры больше 20 тысяч, я имею очень большие сомнения, потому что, давайте не забывать, есть еще фактор Южной Кореи, это полмиллиона солдат, которые уже под ружьем, и 3,1 миллион резервистов, которые готовы взять в руки оружие. То есть это очень серьезный фактор, и поэтому до определенного момента Ким Чен Ын может отправлять своих солдат, но это не значит, что он может это делать бесконечно. Опять же, если они увидят низкую эффективность на поле боя и огромные траты, то какой смысл отправлять? Никакой мешок рейса не будет стоить, как говорится, тех ресурсов, которые будут потрачены для того, чтобы обеспечить этот мешок рейса. А есть какая-либо информация относительно того, как происходило или происходит слаживание между, ну скажем, русскоязычными оккупантами и кореязычными оккупантами? Они находят общий язык? Вы знаете, в этом-то нет и сомнения, в общем-то. В чем уникальность российской армии, как наследницы советской армии, я просто сам выходец из советской армии, я там начинал служить, там не было особых проблем с тем, что там кто-то не знал русского языка. В общем-то и больших знаний русского, детальных знаний русского языка не нужно, если вы говорите о том, что указываете направление движения и показываете, что за спиной у тех, кому суждено двигаться вперед, стоя в пулеметах. В общем-то, есть еще универсальный язык общения, русский мат, который тоже достаточно доходчиво доходит, да, те, кто этого не понимает. И опять же, с вами с этого начали, что северные корейцы рассматриваются именно как пушечное мясо, как такой элемент растягивания этой войны, когда Россия сталкивается с определенными проблемами по вопросам комплектования своих вооруженных сил. Кстати, хочу отметить, вот эта именно цифра, которая оговаривается, 12, 13, 14 тысяч, разные источники говорят о разных, это по большому счету месячная возможность военной машины Российской Федерации по подготовке личного состава. То есть, если так очень утрировано, то мы говорим о том, что Путин купил у Ким Чен Ына один месяц передышки, когда он может попробовать решить вопрос или как бы восполнить потери своей армии, именно используя как затычку, извините, северокорейских военнослужащих. Но опять же, это наше первое допущение, я подчеркиваю еще раз, ни в коем случае мы не должны недооценивать противника, потому что противник учится, противник учится, и поэтому этот фактор может быть очень серьезным фактором изменения ситуации на поле боя. Собственно, с этим и связано то, что южнокорейские инструкторы, и не инструкторы, а специалисты, прибыли в Украину и, в общем-то, внимательно изучают все вопросы и все аспекты деятельности Северной Кореи в условиях боевых действий на территорию Украины. Какова вероятность, как вы считаете, что северокорейцы будут использованы не только на Курщине, которая является российской территорией, но и на временно оккупированных украинских территориях? Вы знаете, в этом и суть для российской армии. Опять же, давайте начнем с того, что севернокорейцев полностью переодели в российскую военную форму, оснастили исключительно российским оружием, даже приборы ночного видения, которые они первый раз увидели вообще-то в своей жизни им выдали и попытались научить с ними работать. Поэтому очень трудно будет идентифицировать северных корейцев, но как бы в общей массе войск, которые действуют на других участках фронта вне территории Курской области. Поэтому вероятность их использования на других направлениях является достаточно высокой. Мы с вами не знаем о тех договоренностях, которые имеют место. Возможно, есть ограничения для этих войск. Опять же, если будет выявлена их очень низкая компетентность и низкая готовность, то есть вариант того, что они будут использоваться для прикрытия, допустим, границы на неактивных ее участках или где-то нести конвойные функции или охранные функции в гарнизонах или на путях сообщения или в тыловых районах. То есть мы не знаем деталей, мы оперируем только теми факторами и догадками, которые доступны нам на сегодняшний день. Кстати, а в данном случае, согласно международному праву, играет роль, где конкретно находятся северокорейские войска на той же Курщине и воюют против украинских солдат или на временно оккупированных территориях? Подчеркиваю еще раз, речь не идет о северокорейских войсках. Да, прошу прощения. Ну, северокорейские граждане. Граждане. Почему это очень важно понимать? Потому что с точки зрения международного права такая ситуация не рассматривается как ситуация вовлечения в конфликт третьей страны. Именно в такой ситуации. Это, знаете, ну, в общем-то, это не ново в нашем мире. Давайте вспомним гражданскую войну в Испании в 30-х годах. С одной стороны были так называемые инструктора и добровольцы из Советского Союза, и никто не говорил, что Советский Союз участвует в войне. Его даже за это из Лиги наций не выгнали. А с другой стороны, немецкие и итальянские добровольцы воевали на стороне Франка, и тоже никто ни Германию, ни Италию из Лиги наций не выгонял. То есть все воспринимали это как факт, но как бы официального участия государств в этой войне не было, поэтому и с точки зрения международного права не было таких правовых инструментов как-то повлиять на это. Вот в чем беда этой ситуации. Как вы считаете, каким образом смена руководства в Белом доме может повлиять на развитие событий? Или уже повлияла, скажем, на планы оккупантов, как на Курщине, так и на временно оккупированных украинских территориях? Вы знаете, вот это самый тяжелый вопрос, потому что мы понятия не имеем, как руководство в Белом доме повлияет. Почему? Потому что старое руководство, оно как бы собирает чемоданы, а новое руководство, дай бог, к весне овладеет ситуацией во внутренней и внешней политике для того, чтобы принимать какие-то решения. Поэтому на ближайшее время мы можем ожидать какого-то изменения на поле боя. Война будет продолжаться, и опять же, отвечая на возможный вопрос, когда у противника иссякнут силы, я откровенно говорю, я не знаю, потому что, в общем-то, там, где они ведут наступательные действия, те потери, и это как бы подтверждается многими источниками, вышли уже за рамки, нельзя говорить разумных, но, в общем-то, приемлемых потерь, которые оцениваются там по разным источникам, допустимые потери составляют 25%. Там уже далеко за 25%, но, тем не менее, противник бросает в бой все новые и новые подразделения. А о чем в таком случае это может говорить, Сергей Маратович? Это говорит о том, что они как бы пытаются до наступления, ну, какого-то дня Т или дня Ч, взять как можно больше территории. Если говорить глобально, если отбросить все вот эти конспирологические теории, то, безусловно, мы понимаем, что есть стратегическая задача оккупации всей территории Луганской и Донецкой области, как и первая стратегическая задача. Но это задекларированная задача, и это нужно понимать. Конечно же, противник не остановится на этих границах, и мы видим это по результатам действия противника в районе боевых действий в Купинском районе, собственно, не всегда, ну, помните, Купинск и вокруг него. То есть речь не идет только об этой задаче, как бы там нас не пытались в этом убедить, что после этого Путин остановится. Нет, он не остановится, потому что глобальная стратегическая задача уничтожить Украину как государство. Поэтому все вот эти разговоры о переговорах, они не имеют никакого подтверждения, никакого основания. И Путин будет воевать до тех пор, пока ситуация внутриполитическая, внешнеполитическая, экономическая ситуация в России позволит ему это делать. Насколько я понимаю, была некая программа «Максимум» по Курской области, я имею в виду по тому, чтобы отбить те территории, которые сейчас контролируют вооруженные силы Украины, войсками страны-оккупанта. Насколько отстают сейчас от этого плана россияне? Ну, там не трудно сказать, потому что сроки, как они говорят, по освобождению всей Курской области переносились уже неоднократно. Программа «Максимум» у них одна, выбить украинские войска с этой территории. Чего они могут достичь? Ну, вы знаете, уже, если я не ошибаюсь, это третье наступление, которое они развязали с 6 ноября, и, в общем-то, безуспешно. Будут они пытаться лезть вперед? Да, будут пытаться лезть вперед, как бы с отчаянием обреченных. Но как долго? И чего они сумеют достичь, сказать очень сложно. Поэтому мы наблюдаем внимательно, как развиваются события, и нужно понимать, что украинские войска выполняют очень важную задачу. И там они притягивают к себе максимально большую группировку противника. Представьте себе, что если бы не Курская операция, то эти 45 тысяч оказались бы, а то и 50 тысяч оказались бы в зоне боевых действий на Кураховском или Бокровском направлении. То есть, Натан, это полностью оправдано? Опять же, мы сейчас, конечно, обсуждаем, но с нашей точки зрения, с точки зрения тех людей, которые непосредственно причастны к принятию решений, возможно, все иначе. Тем не менее, как считаете, это все еще оправдано? Абсолютно. Абсолютно. До тех пор, пока соотношение сил и средств позволяет нам добиваться результата и осуществлять, как говорится, мероприятие, определяющие боевую эффективность, а я повторю еще раз, я много раз об этом говорю, что фактором боевой эффективности сил обороны Украины является ключевым фактором максимального уничтожения войск противника. Речь не идет о территориях. Мы можем отходить, мы можем наступать. Наша задача нанести максимальное поражение боевому потенциалу. Поэтому здесь речь не упирается в территории. Речь идет о том, как мы уничтожаем противника. Пока мы это делаем эффективно, пока мы добиваемся необходимого соотношения как минимум один к триом, можно считать эту операцию эффективностью. Я еще раз, много задавали вопросов по поводу того, а вот вы говорили, что в сентябре они могут выйти. Я сейчас это повторяю. То есть операция задумывалась, и это можно даже проверить и подтвердить, исходя из того, какие силы и средства задействовались, как маневренная рейдовая операция. Но оказалось, что ситуация в Курской области настолько безнадежна для российской армии, что почему бы не то, что закрепиться, а продолжать контролировать эту территорию, выполняя другие задачи. Потому что война – эта штука динамичная, и в общем-то задачи могут меняться. И задачи, которые ставились при начале операции, могут быть уточнены, дополнены и расширены. И вот в общем-то мы это видим на сегодняшний день. Попробую еще раз, мы ведем маневренные боевые действия, и достаточно посмотреть на карты, чтобы увидеть, как быстро меняется ситуация. Противник давит на нас с запада, мы давим на противника с востока. Противник атакует, мы контратакуем, наносим ему удары достаточно успешно, перемалываем его живую силу и технику. Поэтому пока есть целесообразность проведения этой операции, она будет продолжаться. Еще раз, последний раз скажу, что не стоит задачи ни шагу назад и драться за каждый клочок курской земли. Нам это не надо. Да, все меняется, все довольно динамично, но судя по словам российского диктатора Путина, все достаточно однозначно. Причем у него, видимо, это новая фишка. Он сначала на Бриксе говорил о том, что в Курской области группировка украинская окружена полностью. Теперь на форуме Валдайского клуба он заявил, что в районе Купенска в окружении российской армии попали две группировки вооруженных сил Украины общей численностью, около 15 тысяч военных. Теперь важный момент. Ни Дипстейт, ни другие организации, либо представители наших западных партнеров не подтверждают эту информацию. Сначала хотел бы услышать вашу версию, откуда вообще эта информация берется, если, конечно, не из больной фантазии самого российского диктатора и насколько вообще соответствует действительности. Внимание, насколько он осторожен, действуя или выступая перед зарубежными лидерами, которые не могут эту информацию проверить. По большому счету, поэтому он очень аккуратно сказал о двух тысячах, чего, собственно, не было, и ни один источник этого не подтверждает. Но когда он находится у своих выкормленнейших и своих последующих, ну почему бы фантазии не развернуться, как бы не поддержать моральный дух оккупантов, заявляя о 15 тысячах группировке. Для того, чтобы ее окружить, ее там надо иметь для начала. Я имею глубокие сомнения, что мы имеем такие силы и средства на оккупинском направлении. Поэтому, когда мы говорим о том, что думает Путин и что он говорит, это две разные вещи. Конечно же, он имеет представление о том, что происходит, поэтому я и подчеркнул, что он очень аккуратен в высказываниях для внешнего потребителя. Ну, в общем-то, он может спустить тормоза, когда он говорит о внутреннем потреблении. Поэтому не удивляйтесь, если завтра он будет говорить о 20 тысячах и так далее и тому подобное. Да, но может ли это быть связано, как вы считаете, с тем, что и самому Путину передают неточные данные, а, возможно, даже пичку этого дезинформации, но для того, чтобы, например, военное руководство Российской Федерации не выдавало какие-то серьезные проблемы на поле боя? Если Путин был гражданским человеком или, допустим, военным, то этот вариант можно было рассматривать. Путин вышел из системы, где ты не доверяешь даже тому, кто с тобой рядом спит в казарме. Поэтому я имею большие сомнения, что он не получает более-менее адекватную информацию. Мало того, это как бы в интересах различных башен Кремля подавать информацию, которая по-разному освещает то, что происходит. И, скажем так, я бы сказал так, можем предположить, что он даже несколько сгущает краски по поводу того, что происходит. То есть, поэтому, знаете, нужно понимать следующее, это как бы, опять же, наследие Советского Союза, есть понятие пропагандистское, есть понятие реальное. Но я вам скажу, не знаю, открою большую тайну или нет, что Виктор Суворов в свое время писал, что существует секретная история Второй мировой войны в Советском Союзе. Так вот я подтверждаю, что такая история действительно существовала. То есть, с одной стороны, нас пичкали пропагандистскими мифами, и с другой стороны, узкий круг, как мы говорим, ограниченных людей изучал реальную историю того, что произошло. Да, ну, такой промежуточный вывод. Кроме того, что спасибо, кстати, за уточнение относительно северокорейских граждан, а не северокорейских военных. Тут важный момент тоже. Плюс мы прекрасно понимаем, в очередной раз получили подтверждение того, что Путин врет. Врет как на внешний рынок, так и на внутренний рынок. Делает это довольно активно. Сергей Маратович, спасибо большое. Спасибо, что присоединились к нашей трансляции. Сергей Грабский, военный эксперт, полковник в запасе вооруженных сил Украины присоединялся к нашей трансляции. Благодарю. Спасибо.